Сегодня Зоя Кучеренко принимает гостей. За столом невестка Лариса и подруга Татьяна. За чашкой чая Зоя Алексеевна рассказывает о страницах своей истории, которые не часто хочется вспоминать. Сегодня Зоя Кучеренко 95, но она по-прежнему отчетливо помнит голос Левитана, который объявил о начале войны. На фронт ее не взяли, тогда ей было всего 17. Способ попасть на передовую нашелся сам собой, когда юная Зоя помогала переправлять раненых через реку Кубань. Время перевезли, а в это время уже немцы были в Пашковской. А потом немцы начали уже обстреливать весь берег Кубани. И возвращаться уже мне нельзя было назад. Я тогда спрашиваю этого военного, а что мне теперь делать? Он говорит, иди в медсамбат. Так Зоя Кучеренко оказалась на фронте. Попала под Туапсе, где шли ожесточенные бои. И утром был приказ. Отступления никакого. Стоять, защищаться и не отступать. Такой был строгий очень приказ. При первой попытке отступления расстрел на месте. Стали обороняться, защищаться. И сказали любой ценой держать. И немцев на Черноморской побережье не пропустить. Первую награду получила под станицей Крымской за боевые заслуги. Во время артобстрела она спасла ценное знамя полка, потеря которого грозила расформированием подразделения. Зоя Кучеренко пережила ранение в ногу и контузию. Хорошо помнит голод и холодные ночи в окопах. На войне в 44-м она встретила и свою любовь. Война забрала ее молодость, но Зоя Алексеевна ни о чем не жалеет. Ведь тогда, в том числе и от ее решения уйти на фронт, зависело будущее страны. Вы знаете, я очень много встречалась с этими. В школе была, потом я была в детском садике, вот здесь в Головинке. Вот. Я им одно говорю, что надо вам учиться, приобретать специальность и беречь нашу Родину. Продолжение следует...